Сегодня мы хотим вам рассказать, как мы собираем свой базилик. Мы срезаем верхнюю часть куста, для того, чтобы в дальнейшем боковые побеги начали расти лучше. Я сейчас покажу вам на примере, как это нужно делать. Вот так вот аккуратненько. Эту часть мы срезали. Дальнейшие у нас пойдут и будут давать хорошие листочки. Боковые, да? Да. А этот мы, соответственно, пустим в пищу, что-то мы засушим на зиму. Да, причем вот эта вот цветущая часть, которая сверху, да, вот у них, вот это вот он уже собрался цвести, по-моему. Там его сосед тоже. Вот цветочки, да? Их тоже вполне можно сушить, и нормально, никаких проблем. А кушать вот эти вот, вот они, листочки. Самый шик. Вот буквально через два дня опять приехали. Мы стрижем базилик. Вот так он вырос. Вот видите, с того момента, как мы показывали предыдущее видео, буквально там несколько секунд назад. Вот он как отрос. За два дня, за два дня вырастает он. Поэтому всем рекомендуем, как и мы, отстригать верхушечки. Он обрастает, причем он собирается цвести, тут у нас уже совсем. Сильно кромсаешь сегодня, нет? Нет. Ты верхушки что-то резай. С шишками, с вот этими цветущими. А, а вот ты что попил? Палки, что ты тут тачил? Вот. Ну, видишь, вот я обрезала. Молодые листья, сейчас пойдем. А аромат, это же даже вот просто базилик. Пахнет, да? Да, вообще пахнет. Да, базилик, конечно, такая очень пахнущая трава, хорошая, классная, приятный запах. Я даже слышал, что кто-то его в какие-то коктейли добавляет. Мороженое. Мороженое? Ты аж загорела, мне кажется. Я пробовала мороженое с базиликом, с вкусом, с темным вот таким, да, не очень. Класс, да? Так что базилик можно применять не только в салатах, не только его сушить в качестве приправы. Там, кстати, мы читали в комментариях, кто-то высказывался где-то у Регины на инстаграме, что базилик, мы его на зиму морозим, он типа сохраняет свои качества. Но по факту мы его и на зиму морозим иногда, иногда не морозим, а сушим. Чтобы он не терял свой запах после сушки, надо как бы сушку быстро производить. То есть где-то, чтобы он у вас с пучком не висел, не валялся долго там в каком-то месте, где он плохо сохнет. А быстро там в течение дня-двух высыхал и тут же его измельчаем и закрываем в емкость. Тогда запахи никуда не деваются. Прекрасная приправа будет, да? Ну хорошо, отлично. В общем, я отключаюсь. Всех благ, всем до свидания. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...